Сегодня в Волгограде прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший токарь». В нем приняли участие 18 специалистов из 9 крупных предприятий Волгоградской области. Подробности у Игоря Морозова. Сергей Плечистов работает токарем на заводе газового оборудования в течение 30 лет. По его признанию, свое дело по-настоящему любит, ведь он помогает обеспечивать людей голубым топливом. И без определенных навыков и черт характера с такой работой не справится. Умение читать чертежи, ну, соответственно, пользоваться, затачивать режущий инструмент. С детства дисциплинированно он был. Все. Ни разу не опоздали за 30 лет? Да нет, конечно. Вместе с еще 17 профессиональными токарями Сергей Плечистов принял участие в 8 региональном конкурсе «Лучший по профессии». Эти соревнования у нас стали уже традиционными, направленные в первую очередь на поднятие престижа рабочих профессий и решение проблемы дефицита специалистов узкого профиля на предприятиях области. Участие в таких конкурсах, оно показывает молодежи, насколько важна, насколько престижна эта профессия и специальность. Не надо забывать, что каковы бы ни были управленцы, надо кем-то управлять. Кому-то нужно работать на этом оборудовании, которое в силу требований технологий и объектов производства становится все сложнее. Подобный конкурс – это уникальная возможность для молодых специалистов перенять опыт мастеров высокого класса, считает и депутат регионального парламента Анатолий Бакулин. Как производственник с большим стажем и председатель областного совета директоров, он не понаслышке знает о том, насколько важны для нормальной работы любого предприятия квалифицированные подготовленные кадры. И задача законодателей – создавать такие условия для бизнеса, которые бы позволяли двигать промышленность и целую экономику вперед, а значит и обеспечивать людей рабочими местами и достойные зарплаты. Самое главное – это то законодательство, которое работает на поддержку и развитие промышленного потенциала нашей области. И то, что мы работаем над программами развития, над программами развития и обучения, над программами развития и промышленности – это все говорит о том, что это одно из составляющих этот конкурс. В результате конкурса будут определены трое финалистов. Они будут награждены денежными премиями. Кроме того, в рамках регионального этапа «Лучшие по профессии» пройдет состязание среди специалистов железнодорожной отрасли. Победители в номинациях «Лучший проводник пассажирского вагона» и «Лучший токарь» представят регион на соревнованиях федерального уровня. В случае победы они получат вознаграждение от 100 до 300 тысяч рублей. Игорь Морозов, Екатерина Краваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...